Изменения в бюджет Одинцовского округа на 2021 год обсудили на очередной сессии Совета депутатов. Расходы на строительство объектов социальной инфраструктуры увеличены на 533 миллиона рублей. Значительно выросли расходы на образование. Здесь дополнительно предусмотрено средство на первое строительство школы на 550 мест в Немчиновке. 5,6 миллионов рублей пир и строительство школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская палата». 4,1 миллиона рублей на детский сад в «Гусарской палате» и 4,9 миллиона рублей на детский сад 330 мест в городе Кубенко. Также предусмотрены расходы на многофункциональный образовательный комплекс в сумме 510 миллионов рублей. Это полностью средства федерального и областного бюджетов. С отчетом о работе правоохранительных органов за прошедший год выступил заместитель начальника Одинцовского ОМВД Иван Конайкин. Раскрываемость по сравнению с данными прошлого периода увеличилась, отметил он. Однако количество преступлений в сфере IT-технологий продолжает расти. С целью борьбы с данным видом преступлений в нашем управлении создано отдельное подразделение в составе отдела уголовного розыска. Но силами данного подразделения победить этот бич трудно. Наши сотрудники за 2020 год осуществили порядка 20 командировок с целью задержания по территории Российской Федерации, с целью задержания мошенничества. Но, к сожалению, все оперативно-розыскные мероприятия, практически все, нас выводят на территорию запредельных государств, таких как, например, Украина. Таким образом, найти электронных мошенников практически невозможно. Предупреждение и информирование граждан – единственный эффективный способ избежать обмана. Главную роль в борьбе с преступлениями в сфере IT-технологий играет профилактика. И нами проделана в этом отношении следующая работа. Размещены тематические памятки для граждан в общественных местах, подъездах, магазинах, местах массового скопления граждан. Совместно с волонтерными, общественными организациями, общественным советом проводятся акции, социальные мероприятия по профилактике мошенничественных действий. В средствах массовой информации, в соцсетях, а также в баннерах и рекламных счетах размещены информации по профилактике мошенничеств. Полина Бахова, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.